Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мой муж меня постоянно унижает и оскорбляет. Без повода, у него прямо это как норма поорать за всякую мелочь. То крючка не там стоит, то ферри много использует, то не так досмотрел, не так дышил. Аргументы не помогают говорить, что я его вывожу. Поговорить на тему ипотеки сколько надо запрат и какие документы оформить тоже ор. Если я возмущаюсь, говорить не нравится, разводись. Он умудряется уже и по телефону орать, когда в командировке все время тиранит меня, что я изменяю. Но я работаю постоянно с детьми, даже мыслях нет. А он все время тиранит, я его люблю, разводиться не хочу. Я хочу научиться не реагировать на весь этот бред и ставить на место, чтобы этот шуч не нёс. Потому что меня это задевает, я потом работать не могу, ничего делать после такого очередного ора. У меня врустрация, он наорёт, потом ещё и обижается. И не разговаривается на неделю и всячески делает вид, что я его обидел. Оставляет меня виноватой. Пишет пользователь по имени Злат. Что здесь можно сказать? Конечно, любые отношения можно и нужно гармонизировать. Но в первую очередь нужно увидеть, благодаря чему стало возможным то, что у вас происходит. Благодаря чему? То есть благодаря чему мужчина может так себя с вами вести. Вот. Само собой, что у этого есть какие-то основания. И в первую очередь основания эти заключаются в том, как вы позиционируете себя. Позиционируете вы себя с одной стороны, обесценивая себя и задеваясь. И вам это в вину никто не ставит. То, что вы задеваетесь, но это проблема. Проблема, которую нужно решать. Второе, это то, что вы пытаетесь человека переделать. Вы говорите, чтобы он не нес эту чушь. Но человек такой, как он есть. И без безусловного принятия партнера отношения построить невозможно. Это тоже нужно понимать. Причем достаточно хорошо понимать. Потому что это тоже самая проблема. Проблема заключается именно в том, что вы не принимаете человека таким, как он есть. Вот. Далее. После того, как будет проведена, например, работа с самооценкой вашей, с тем, что вас задевает и так далее, совершенно не факт, что вы захотите, в общем и целом, человеком быть в отношениях. То есть, очень часто бывает так, что после терапии люди принимают решение расстаться. Около 60 процентов отношений заканчиваются. Почему так происходит? Потому что после решения своих проблем люди перестают держаться за отношениях. Понимают, что человек им, в общем-то, не особенно интересен. Тот, которого они выбрали. И вообще-то им нужно совсем другое. Бывают случаи, когда в ответ на, скажем так, перемены меняется и сам человек. Такое бывает. Другой партнер тоже меняется. Но рассчитывать на это я бы не стал. Потому что мужчина может и не меняться. Если не видит в этом проблемы. Он и не должен меняться. На самом деле. Поскольку не устраивает что-то вас. То меняться нужно вам. Ведь у него все хорошо. У вас нет. Дальше. Следующее, Монон. Вы пишете. Мой муж меня постоянно унижает и оскорбляет. Но давайте разберемся. С какого момента это вообще началось. Что он вас обижает и оскорбляет. Ведь я не думаю, что так было всегда. Я думаю, что когда-то было не так. Я думаю, что когда-то было по-другому. С чего это началось, как это началось. А что вас вообще объединяет и что вас связывает. Вы пишете, что я его люблю и не хочу разводиться. Тоже очень важный момент. Если вы пишете, что любите его. Давайте подумаем сначала про то. Как это проявляется. То, что вы его любите. Как вы это чувствуете. Как вы это ощущаете. Как вы это замечаете. Что вы именно любите человека. Далее. Вы говорите. Не хочу разводиться. С чем это связано. Что вы не хотите разводиться. Нет. Речь не про то, что вы должны. Разводиться. Речь про то, из чего вытекает ваша такая позиция. Одно дело, если вы действительно хотите быть человеком. Но с каким человеком вы хотите быть? Мне кажется, что вы хотите быть человеком, который не орёт, не тиранит и не подозревает в измене. А это не тот человек. Дальше. Чувство вины. Вы пишете, что он висоляет вас виноват. У него получается это сделать именно потому, что вы эту вину чувствуете. С виной нужно работать. С виной нужно работать. Потому что вина, это, помимо всего прочего, является следствием нарушения личных границ и подавленных некоторых чувств. Дальше. Вы, значит, пишите следующее. Я хочу не реагировать на весь этот бред. Меня это задевает. Давайте подумаем чем. У меня сложилось такое впечатление, что вы обижаетесь и, в принципе, вполне естественно на то, что вот вы стараетесь, вы всё делаете, вы с детьми на работе и всё такое, а он как бы вас не ценит. И правда здесь заключается в том, что вы не цените саму себя. То есть вы собой жертвуете. Натурально. Вы, в общем-то, забываете про то, что вы женщина. Вы забываете про то, что вы человек, что вы личность. Вы сводите свою ценность только к статусу жены и к статусу матери. Проблема ли это? Да, проблема. Можно ли это корректировать? Да, можно. И нужно. Это можно и нужно корректировать. Только если вы хотите. Следующий момент. на который хочется обратить вам, ну, обратить вам ваше внимание. Вот. Я думаю, что ваша задача заключается в том, чтобы поработать со своими личными границами и личным пространством. Это очень важно. для того, чтобы что-то происходило перестало быть возможным. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok